Добрый день, сегодня в видео рассмотрим программу FreeSSM. FreeSSM использует тот же протокол, что и дилерский Subaru Select Monitor. Также вам понадобится адаптер, который поддерживает этот протокол. Обратите внимание, простой OBD2 не поддерживает протокол SSM. FreeSSM это бесплатная и простая в использовании программа для диагностики и настройки автомобилей Subaru. Она обеспечивает доступ к двигателю и трансмиссии моделей Legacy Liberty, Outback Badger, Impresa, Forester и Trebek, но не раньше, чем 1999 год. Также управление трансмиссией не поддерживает с авто до 2000 иных годов. В большинстве случаев поддержка начинается с авто 2001 года. Следует взглянуть на диагностический разъем. Если контакт 7 доступен, то, скорее всего, блок управления двигателя должен быть доступен. По поводу возможностей. Используя тот же протокол, что и Subaru Select Monitor, FreeSSM получает доступ к ЭКУ и ДСУ Subaru через протокол, так называемый SSM-2, который практически есть доработанный ISO 14230-пере протокол KWP2000. На нижнем уровне программа полностью совместима с ISO 9142-14230. FreeSSM умеет получать данные от двигателя и трансмиссии, что позволяет проводить 1. Чтение и удаление текущих кодов и кодов истории адаптации АКПП. 2. Просмотр данных в реальном времени от бортовых датчиков. 3. Настройки и коррективы на выходах. 4. Системные тесты. Вы можете вручную выполнить различные компоненты. Для работы потребуется 1. Компьютер на базе Linux, Windows. 2. Адаптер KKKL 409.1. 3. Программное обеспечение. 4. Автомобиль марки Subaru. 4. Как выбрать подходящий адаптер. 5. Программа FreeSSM работает со всеми ISO 9141-2-ISO 14230-1 комплейнт K-L и KK-L. 6. Интересами, которые служат в качестве простого преобразователя уровня напряжения. 6. Интерфейс должен подключаться через последовательный порт, который также включает в себя и USB интерфейс. 7. Вот неполный список интерфейсов, которые должны работать с FreeSSM. 1. Все интерфейсы, которые работают с VVTool и VACOM до версии 311.3. 2. OpenPort Interface 1.2-1.3 взаимодействуют с AGV2055, AGV3000, AGV3001, AGV3100, AGV4000, AGV4500. Чипсет, который обеспечивает переключатель, чтобы активировать режим транзита. 3. Jeff Noxons Interface. 4. Andy Wittekers Interface. Внимание! Интерфейсы на ELM-чипе ELM320, ELM322, ELM323, ELM327 не будут работать, потому что они используют фиксированный AT-набор команд и несовместимые с Subaru протоколом SSM. Так выглядит чип CH340T. Работает для Subaru из Японии. Установка. 1. Подключите кабель. Ваш компьютер найдет драйвера автоматически. Проверено оно Windows. Если драйвер не установился автоматически, то обычно с кабелем поставляется CD с драйверами. Используйте его. Уж совсем в крайнем случае найдите в интернете. Далее устанавливаем программное обеспечение, которое скачали по ссылке выше. Устанавливаем и запускаем. На главном экране переходим в настройки Preference. В поле Serial Port выбираем тот, который определен вашим адаптером. В нашем случае был COM7. Далее проводим тест, нажав на кнопку Test Diagnostic Interface под Preference. Если тест пройден, значит ваш адаптер и программа работают верно. Подключаем адаптер к OBD в салоне под панели предохранителей. И заводим двигатель. Готово. Здесь все доступные блоки. Вы можете нажать на знак плюс и выбрать те данные, которые хотите просмотреть в реальном времени. Можно выбрать все, которые есть. Регулировка. Можно успешно сократить нестабильность в работе КПП, регулируя коэффициент Transfer Duty Ratio Correction. Он увеличит значение до 0.4, плюс что уменьшает Transfer Duty Ratio Коэффициент передачи. Внимание! Для вашего авто могут потребоваться другие корректировки. Так выглядит окно АКПП. Тут также нужно добавить нужные вам данные и нажать Start. Это программное обеспечение позволит вам иметь почти полный контроль над вашим автомобилем. Без покупки недешевого Subaru Select Mountain. Корректировки через FreeSSM действительно позволяют детально настроить электрику управления авто. У нас будет еще много интересных и полезных видео. Пишите в комментариях, какие программы и оборудование вы хотите увидеть в нашем канале. Подписывайтесь на канал и ставьте лайк.